Рассмотрим теперь следующую задачу. Пускай у нас имеется уже не одно, а два тела, которые движутся в поле силы тяжести. У первого скорость v1, у второго скорость v2. Ну и здесь условные углы альфа и бета. Требуется определить, при каком условии эти два тела столкнутся. Ну такая задача может быть сформулирована в игровой форме. Например, так, что имеются два баскетболиста, каждый из них бросает какой-то свой баскетбольный мячик, и второй баскетболист целится в баскетбольный мячик первого, при каком условии, под каким углом его нужно бросать, так, чтобы мячики в воздухе столкнулись. Давайте сначала напишем формулы, а потом проанализируем полученный результат. Условие столкновения означает, что в один и тот же момент времени оба мячика имеют одну и ту же координату и находятся на одной и той же высоте. Условие столкновения будут, что в данный момент времени t высота, высота, а высота будет v1 sin α t минус gt квадрат пополам. Высота оказывается равной высоте, на которой поднимается второй мячик. v2 sin α sin β t минус gt квадрат пополам. Вот заметьте, что выражения gt квадрат пополам взаимно уничтожаются. Поскольку оба тела движутся с одним и тем же ускорением, в точности одно и то же ускорение, сила тяжести опускает эти два мячика, если они выброшены в один и тот же момент времени, одинаково. И съезжают они вниз на одну и ту же высоту. Отсюда получается простейшее выражение, t здесь сократится, что v1 sin α будет равно v2 sin β. v1 sin α равно v2 sin β. Вот это условие столкновения двух тел, каждый из которых движется с одной и той же постоянной неизменной скоростью. То есть в данном случае сила тяжести не влияет на результат и на столкновение. Давайте посмотрим, как вот это выражение, это условие, можно получить, исходя из некоторой отлично использованной сейчас логики. Сейчас мы использовали условие, что y1 равно y2. То, что вот это было получено, мы имели, что y1 от t равно y2 от t. Причём, заметьте, что это условие мы предполагали верно при одном и том же значении времени t. То есть для любого момента времени каждый из этих тел в каждый момент времени находится на одном и том же уровне. Ну и если они в какой-то момент времени окажутся в одной и той же точке, уровень окажется один и тот же, и момент времени, когда они достигнут этой точки, будет также одним общим моментом. Посмотрим, как это можно получить несколько иначе. Перейдём в систему отчёта, связанную с одним из тел. Это фактически воспоминание о нашей предыдущей лекции. Вот у нас v1, вот у нас v2. Здесь у нас угол альфа, здесь у нас угол бета. Давайте перейдём в систему отчёта, связанную с телом v1. В системе отчёта, связанной с телом v1, v1 неподвижна, она покоится. v2 по отношению к первому телу будет иметь его собственную скорость и минус скорость v1. Здесь угол альфа. Для того, чтобы тела столкнулись, нужно, чтобы в этой системе отчёта, связанной с v1, с первым телом, второе тело двигалось бы в точности по направлению к первому. То есть, чтобы вот эти составляющие, игроковые составляющие, игроковые составляющие, были бы равны. Ну и опять отсюда мы получаем, что v2 на синус бета будет равно v1 на синус альфа. Это переход от одной системы отчёта в другую. Вот в одной из олимпиад была задача про взрывающийся снаряд. Условие было таким. Имеется снаряд, он взлетает, и в какой-то момент, в какой-то момент, он разрывается. Причём разрывается таким образом, что скорости осколков направлены все в разные стороны, и в начальный момент времени одинаково по величине. В начальный момент времени скорости v с ноликом одинаково по величине. Требуется определить, какое положение займут эти осколки по прошествии некоторого промежутка времени t. Точно так же, как и в этой задаче, в этом рассмотрении, у нас для каждого осколка gt квадрат пополам величина будет одна и та же для одного и того же момента времени. И все эти осколки будут в системе отчёта, связанной с центром масс, с этой точкой, будут просто двигаться с постоянной скоростью v с ноликом. То есть результатом будет набор окружностей, набор окружностей, радиуса, радиуса r равно v нулевое t, а центр будет двигаться так, как двигался бы центр масс, то есть центр будет двигаться по закону v0 t минус gt квадрат пополам. Это y центр. Вот такое рассмотрение вполне естественно приводит к рассмотрению и к элементарному решению задачи о взрывающемся снаряде. снаряде. Продолжение следует... Продолжение следует...